Комендантский час в Ливане произвел эффект разорвавшейся гранаты. Минимум одну из толпы бросили в полицию. У силовиков тяжелораненые, у демонстрантов жертвы. За неделю во втором по величине городе-республике больше двух сотен пострадавших в центр Триполи забит армейской техникой. Сгоревшую гражданскую никто не убирает. Рано. Пусть мир хотя бы так узнает, в каком мы положении. Лучше я умру от короны или пули, чем от голода. Все закрыто, нет работы, у людей нет денег, нет еды. Это уже и про французов тоже. Те, кто договорился с гордостью, ждут в очередях 13-го круга Парижа. Здесь бесплатно выдают по 7 килограммов еды на руки. Те, кто пока еще считает это унижением, участвуют в уличных погромах. Строят баррикады и громко на глазах полиции шлют локдауны. И их инициаторов куда подальше. Я разозлена. Медперсонала выгоняют из школы. Кто будет работать с нашими детьми? Формы у протестов разные. Это может быть митинг бюджетников за сохранение зарплат во вторник. Это могут быть студенческие бунты без расписания и в ближайшей подворотне. Или субботние многотысячные со стрельбой и криками погром против закона о глобальной безопасности. В Марселе разнесли тренировочную базу футболистов. В Париже есть раненые среди манифестантов. Хотя само название ненавистного закона уже как звонкая пощечина для общества. О какой глобальной безопасности можно говорить, если целый лидер Франции медлит с объявлением нового жесткого, уже третьего по счету национального локдауна. Очевидно, с оглядкой на взрывы и погромы в, казалось бы, всегда спокойных Нидерландах за комендантский час и с оглядкой на датчан, которые жгли чучело премьер-министра и за ковидные запреты, и за убитых на всякий случай 17 миллионов норок. Власти даже не смогли их закопать по правилам. И вот сейчас новая проблема – угроза заражения воды. Мы видим раскол между теми, кто согласен следовать всем указаниям правительства и теми, кто отвергает инструменты контроля под предлогом борьбы с вирусом. Люди внезапно осознали, что метод лечения болезни гораздо хуже самой болезни. Это и является причиной, по которой возникает хаос. Люди видят, что единственный способ борьбы с пандемией, по мнению властей, обездвижить общество. Но это прямой путь в катастрофе. Те, кто думают и делают иначе, уже отбросы общества, явно не располагающие к примирению слова голландского министра после самых жестких за 40 лет протестов в Нидерландах. В четверг на их последствия даже приезжал смотреть король, который сам недавно угодил в скандал с каникулами в Греции в период пандемии. Тогда историю замяли, сегодня это ему бы не простили. Промежуточные выводы пока неутешительные. Борьба с коронавирусом властям ЕС не подконтрольно и пока напоминает хаотичное метание у игорного стола. В хронологическом порядке сначала Евросоюз делал ставки на медицину стран-участниц, но проиграл еще весной. Потом ставки повышали и были жесткие локдауны. Но только за январь в восьми столицах люди выходили или все еще выходят на протесты. Последний ход ва-банк и ставка на вакцину. Шансы проиграться в ноль при таком раскладе минимальны, но это был тот случай, когда ошибки пришлось признать публично и на высоком уровне. Статус мирового лидера по темпам вакцинации, впрочем, не защитил Израиль от уличного хаоса. Во вторник ультра-ортодоксальные общины устроили побоище с поджогами в Иерусалиме. На полицейских демонстративно кашляли, в них бросали камни и смолу. В субботу бутылки летели в сторону правоохранителей в Тунисе. В Индии десятки тысяч фермеров таранят заграждения и рвутся в красный форт прямо в центре Дели. В Болгарии и Чехии протестуют рестораторы. В Испании студенты. В Грузии вчера, наоборот, закрылись 200 точек общепитов в знак протеста. Против ограничений в частности и казнократства в целом. О каком здравоохранении может быть речь, когда 10 миллиардов долларов рассованы по карманам и ничего при этом не сделано? Пандемия – триггер, но не всегда основной мотив протестов, которые уже охватили половину мира и полны противоречий. Срыв поставок Астрозенеки в Европу так впечатлил поляков, что они первыми в истории украли партию вакцины ночью. При этом в Польше сейчас очень популярно рисковать здоровьем, нарушая санитарные правила легально. Этот горнолыжный комплекс, по легенде, принимает взносы на строительство часовни, которую недавно поставили на склоне. Лыжники официально жертвуют по 10 злотах за подъем к святыне и катаются без ограничений. А в этом ресторане якобы вступают в политическую партию. И во время заполнения анкеты как бы между делом вполне легально могут отобедать. Говорят, что по этим же законодательным пробелам скоро откроют фитнес-центры. Здесь это считают борьбой за выживание. Анатолий Майоров, «Итоги недели», телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова